Всем привет, друзья! С вами я, отец-одиночка Нюки. И, ребята, вот это мой дом, у меня есть дети, и они все уже положены спать. Да, мы зубки почистили, и теперь можно, да, на подушечку, на боковую, потому что я хороший папа. У меня все дети меня слушаются. Так, кто там ломится ко мне в дверь? Ржавец, господи, переходишь или потерял? Он в спортзале, на тумбочке. К нам в деревню пришла какая-то бабка. Бабка? Хорошо, пойдем проверим. Да, у тебя же установка бабок не бить. Интересно. Бабка в полночь? Не да, люблю я этих полуночных бабок. Так, ну ладно. Так! Я не понял. Петя, Саша! Я же сказал, в переставку режетесь? Я же сказал, спать идти. Ой, Саша, пойдем с нами, мне что-то страшно. Что еще за бабка? И ты тоже не спишь. Здрасте, бабуя. Во, во, вы чего? Бабуля, сфокусируйтесь, пожалуйста. Дети, они... Что, дети? Да, мы... Оспокойтесь! Ржавец, возьми ее за плечи. Возьми, чтобы не дергалась. Все, подойди, пожалуйста. Убиваю всех. Да вы что? Мои дети святые люди. Они ангелы просто. Осталась... Одна осталась... Ну, это, видимо, потому, что вы кукухой тронулись. И вас, видимо, бросил. Так, убери ягачный ключ, она абсолютно безопасна. Но все-таки, чтобы она себя хуже не сделала, надо вызвать дурку. Так, Петя, вызови просто дурку. Бабуля, все, успокойтесь. Мои дети, они никому ничего плохого никогда не сделают. Они, я говорю, они ангелочки. Божие одувальчики. Все нормально. Дети безобидные. Ребята, видишь, что бывает, да? Это что же надо делать, чтобы вот так умом-то тронуться на старости лет? Поэтому занимайтесь физкультурой. Учите уроки, чтобы ваш мозг получал достаточно крови. Бабуля, успокойтесь. Сейчас приедут санитары, вас нормально положат в больницу и вылечат. Степа, принеси, пожалуйста, и чай. Что-нибудь горячее питье. Она вся, блин, раздета. Вы уже не по погоде одеваетесь. О, наконец-то! Все, бабуля, все, все, будет все хорошо. Выключите сирену, она пугается. Все, бабушка, все будет нормально. Сейчас вас проводят в отделение и вылечат, вылечат. Ух, бедная старушка, да? Ну, мы там с ней поаккуратнее, ладно? У нее, видимо, какая-то травма, связанная с детьми. Все, давайте, до свидания. Удачи вам, хорошего дня. В смысле, вечера, ночи. Ну, и вообще, в целом, удачи. Ой, бедные ребята, да? Работать в таком отделении сложно. Ух, вот какие могут быть проблемы с детьми? Какие проблемы могут быть с детьми-то, а? Уж мне-то как будто бы не знать. Ладно, дети, все, спать! Спать, 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 Степа. Ой, Петя. Короче, да, ребята, реально пора спать. Уже у самого крыша едет. Петя, ну ты глухой, что ли? Я сказал спать. Спать, это значит убрать телефон, ложиться, чистить зубы, и все, и спать. Петя. Так, Лиза, ты-то что не спишь? Лиза, блин! Да что у вас ночью какая-то активность начинается, как у котов нафиг? Что это такое за драка? Господи, вашу бабку, что ли, укусила? Что за фигня? Блин, и Саша выбежал. Вообще сейчас спать никто не будет. Подглядываешь. Если бы я действительно хотел подглядывать, я бы стал невидимым. Так, Лиз, нощи-то реально, он был всегда со мной. Это же не ты, мой бывший... Чего? Что со светом? Что со светом? Я не понял. Так, подожди. Петя, скажи честно, мне в лицо. Ты подглядывал за своей сестрой или нет? Я понимаю, что она твоя бывшая девушка, и это тебе, возможно, простительно. Нет? Какие-нибудь аргументы убедительные, чтобы она тебе поверила? Сейчас он что-нибудь скажет, такой умный, я его знаю. Петя, что-нибудь умное скажи. Вот, он что, дурак, что ли? Нет, ну это не аргумент. Возможно, так и есть. А! Так, подожди. Так, если бы он хотел, он бы невидимо устал. Он же мальчик-невидимка. Нафига ему палиться? Ну, да, извини, пропустил мимо ушей. Так что... Нет, Лиза, тебе явно показалось. А вот со светом что-то не то. Ну, видимо, какая-то тень была, я не знаю. Так, идите пока в дом, я пойду к электрощитку. Ржас, идём со мной. Чё за ерунда какая-то, блин? Я за свет платил. Так, не хочется мне сюда лезть. Блин, ну давайте посмотрим. Так, вообще, Ржас, давай-ка ты. Ты робот. Ну чего, как там? Витя, ты бы мог тут и не стоять. Ржас один справится. Ты ещё не до конца, Андроид. Всё нормально? Не знаю, может, какой-то пир... Так, что? Кто кричит? Петя кричит, быстрее сюда! Скорее, скорее, скорее! Так, Витя, боевой режим включай! Саша, спасай там всех! Что случилось? Что случилось? Что такое? Кого бьют? Да чё происходит? Чё ты орал-то? Она твоей щёткой... Что, унитаз чистый, что ли? Чего? Так... Лиза, хочешь насолить Петя? Я не знаю. Скажи, что он маленький. Ну... Да всё, господи, всё, идите уже спать. Всё. Так, Ржайс, а ты, пожалуйста, встань на входе. Что-то мне не нравится. Какое-то у меня предчувствие нехорошее, ладно? Всё, спать, спать, спать! Или идите к себе спать, или слушайте с меня. Всё. Мой дом, мои правила. А тут свет работает. Так, странно. Так что, подождите, дело... Не в генераторе? Не понял. Просто все лампочки выключились. Чего? Так, давайте-ка на ночь все лампочки включим. Что-то мне как-то будет не по себе в темноте спать. Давайте-давайте, включаем. Ржайс, а ты на карауле? Блин, вот, конечно, дом с такими панорамными стёклами, это весело. Но вот, когда ты параноик, это уже нифига не прикольно. Всё, спать, спать. Витя, спать. Нет, Рексик, я один буду спать. Спи, пожалуйста, под дверью или под кроватью. И вообще, тут пора уже постельное бельё сменить. Вот слишком часто ты ко мне в гости на кровать ходишь. И ладно, у себя уж посплю без света. Ой, пошёл за сменкой. Так, чё это за игрушка? Кто опять игрушки раскидывает в моей второй спальне? Записки ещё какие-то. Чё за каракули какие-то детские? Вообще хрен разберёшь. Принесите нам игрушки, или вам конец. Что? Это чё, угроза? Так, Ржавис. Ты уже здесь? На пару... Так, ты чё-то об этом знаешь? Рексик, иди давай вниз. Рексик, блин. Уже дрыхнет нафиг. Идём в другую комнату. Чё ты там знаешь? Ты смотри, чё я тут нашёл. Игрушка и записки. Какие-то угрозы, блин. Детские. Тот самый тоннель сделал... Какой тоннель? Ты чё, ты чё про тот, который снизу? Который, господи. Там, где ещё такая бурилка была на гусеницах? В смысле, твой. Ты чё, купил что ли? Тот детский садик был, не садик. Ты... Откуда у тебя туннель? Я не... Ну-ка, рассказывай, всё живо. Так, Рексик, Рексик. Мы ничего, мы просто тут репетируем, да. Иди и спи, иди и спи, пожалуйста, мальчик мой. Хоть где, хоть где. Откуда туннель, я тебя спрашиваю? Что за секретный объект? Какой ещё детский... Так, всё. Не подслушайся. Иди спи давай. Иди спи. Короче, иди тащи мой брюйный костюм. Пойдём туда. Ты говоришь про детский сад? Всё, всё, я понял, не тупой. Вас уже двое, значит? Так, проваливайте. Никакие не игрушки и не шум. Всё, мы репетируем у нас пьеса с ржавесом. Всё, давайте. Так. Ты понял, да? Всё, сегодня ночью туда сходим, когда они все уснут. Тихо только, дверью не хлопай, понял? Так, спускаемся. Ну, отлично. Конечно, не там где надо, но спят. Самое главное. Тихо, тихо. Аккуратно, не топай. Так, так, так. Так. Атомат есть, оружие есть. Тихо, 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 тихо. Всё, пойдём. Машину не возьмём, пойдём пешком. Конечно, долго придётся идти, но чё поделать. Давай, давай. Боевой режим не выключай, понял? Всё, погнали. Да, нормально, блин, вы заделали проход. Просто вообще никто не догадается. Ах, ладно. Ну, давай, ломай как-нибудь, ты же робот. Так, офигеть. Такая дырень и такая тоненькая-тоненькая стеночка, да? Ну, молодец, ржавец. Интересно мне, конечно, зачем тебе туннель? Но расскажешь потом. Всё, вперёд, пойдём. Вон, всё, дошли уже, фух. Ух, наконец-то. На, ржавец. На, ты факел отащи. И, если что, я, в общем, побегу. Ты меня прикрывай, ладно? Ты всё-таки робот. Мы тебя, если что, забэкапим. Так, тихо, тихо, не лезь туда. Подожди ты. Ржавец, куда ты меня тут одного оставил? Господи, если это правда то, о чём я думаю, нам лучше идти вдвоём вместе, не разделяться. Ау, есть кто? Чего? Мы вооружены. Но пришли с миром. Что? Это склад скелетов? О, господи. Ага, доброе утро, солнышко. Склад жаден? Чё за херня? Ржавец, чё за херня вообще? Блин, капец просто. Мне чё-то очень не по себе. Может, пойдём отсюда? Это просто какой-то бред. Это вообще какая-то нереальная картинка. Подземный детский сад. На ней, блин, нарисовано солнышко. И куча трупов. Ты так ржаешь ущипника меня. Я боюсь, это какой-то сон. Ааа, господи. Блин, ты хотя бы боевой режим-то сначала выключи. Ай, больно. Блин, даже через бронекостюм почувствовал. Так, чё это такое за табличка? Игрушки сюда. Вы нас видите? Знаете что? Мы, в принципе, согласны, да. Думаю, с таким лучше не шутить. Мы сейчас всё сложим. Я не знаю, где вы. И уйдём, хорошо? Вы к нам больше не приходите. Хорошо хоть додумался захватить. Вот. Самые лучшие игрушки. Всё. Для каждого найдётся. Я не знаю, сколько вас. Но вот. Зайка. Вот. Мишка. Мишка. Вот. Из Звёздных войн. Такой чувачок. Вот. Микрочелек-свинка. Так. Вот. Ещё один робот. Что бы вам не жалко. И уточка. Вот. Уточка будет сидеть на жёрдочке. Всё, да? Нормально? Мы договорились? Всё. Больше к нам в гости не приходите. Кем бы вы ни были. До свидания. Охренеть. Давай, давай, давай сюда. Так. Факела у тебя? Дай сюда. Дай сюда один. Хотя нет. Ладно. Держи их дальше. Я пойду с автоматом. На. И скажи мне, пожалуйста. Только честно. Так. Никого нет? Нахрена тебе был нужен этот туннель? А? Свет, пожалуйста, включи. Нахрена? Метро делал? Ага. Офигенный сюрприз получился. Нальмальных ты нам соседей откопал. Спасибо тебе большое, Ржавец. Ладно, всё. Хватаю факел. Пошли. Главное, до дома живым дойти. Ребята, всем спасибо за просмотр. Я думаю, всё обойдётся. Всем удачи. Всем до завтра. Посмотрите просто на канале Ржавец. Что там за метро нафиг он такое к нам строит? Всем удачи. Всем до завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова